на ремонте посудомоечная машина называется HOTPOINT ARISTONE модель LFT 228A она включается и по словам хозяина выдает ошибку 3 или 5 это слив воды и в общем то пришла вот в таком состоянии уже снят насос это циркуляционный насос не сливной человек видимо по путу какая-то непонятная пятна здесь будем смотреть переворачивать также тут есть еще какая-то проблема не пойму почему-то провода от термостата вот в таком состоянии ну а также сейчас будем смотреть сам сливной насос потому что ошибка 3 и 5 это ошибка слива воды а слив воды тут вот этот насос а не вот этот человек попутал был не в курсе они вот этот вот этот насос к которому присоединена слюна сейчас будем переворачивать на бок и смотреть что с насосом с трубками и определяться в чем может быть проблема и так я перевернул посудомойку вот сливной насос вот шланг по которому сливается тут просто на резинках нужно вдохнуть туда дунуть и определиться забитый или нет 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 с этой стороны стоит клапан резиновый посмотреть не залепли вам ну и надо снять насос снимается просто он проворачивание но тут защелка есть вот так вот защелку снимаем поворачиваем против часовой стрелки насос снимается не заклинил мусора нет тут какой-то небольшой мусорок не считается его сейчас уберем но не считается клапан чем-нибудь туда опа толкнули и посмотрели резиночка поднялась лепесток поднялся и он не заклинил то есть самим выпускным насосом проблем нет и соответственно почему не выпускает разъем разъем стоит у него такие оранжевые провода будем смотреть подходит ли к оранжевым проводам питания и вот оранжевый идет на вот вот сюда вот эти оранжевые от насоса тут еще какие-то белые есть куда-то в другое место идет оранжевая вот сюда в случае чего посмотрим куда идет ну а сейчас пока нужно на место поставить циркуляционный насос для того чтобы включить и проверить как все-таки работает и убедиться в чем проблема посмотреть сейчас будем устанавливать на место все и пробовать включать и проверять подходит ли 220 при включении он сначала должен немного сливать воду то что осталось сначала включается вот этот насос помпа и выливается излишек воды обычно посмотрим и сюда значит должен подать 220 вольт и он должен какую-то часть воды слить если не сливает будем смотреть почему почему не приходит 220 вольт но раз ошибка 35 может быть придется и так для того чтобы я поставил все на место подключил к розетке выставил шланг чтоб сливался налил немного воды при включении он должен начать от сливать если все в порядке видишь и вода есть включаем так включаю так закрываю и по идее сейчас должно включиться и первое что должно сделать это слить воду так вода со шланга полилась напор нормальный так ну как бы все нормально следующим этапом по идее должно включиться вода для налива ну пока вот так слив работает 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 ли налив не слышу я звука гудения здесь на налил воды а должно по идее тут клацнуть не клацнуть а гудит начать сейчас подключу воду и буду включился не знаешь вам слышно или нет но гудит это значит что клапан открылся и сейчас бы сюда если бы я подключил воду она бы залилась начала заливаться ну а дальше сейчас будем уже смотреть то есть этот этап тоже прошел значит проблема в чем-то другом так раз с помпой все нормально решил проверить все ли нормально стена нагревательным поставил на сопротивление и вот здесь вот можно на концах проверить показывает 29 30 ом то есть не не в обрыве по идее вода должна нагреваться с этим тоже в порядке значит я вам уже показывал есть вот здесь такая скрутка на вот здесь на присостате кто-то уже меня поставил какой-то не родной но проблема не в этом работает ли присостат неизвестно будем проверять может быть еще его но все остальное пока работает плату еще не откручивал но остальное как бы мне привезли без нижнего клапана протечки на поддоне стоит микрушка которая замыкает и вот он без него мне привезли я вот таким образом поступил просто замкнул два чтобы не было контакта и его бы проверить неизвестно как в каком он состоянии но в принципе хозяин говорит что начинал работу начинал наливать а это значит что он бы не начал работу если бы с клапаном была проблема так ну будем теперь подключать воду и включать весь цикл потому что что-то мне кажется что с ним или все в порядке или что-то с платы и так в моем случае я подключил машинку начал работать она сливает и через где-то секунд 30 показывает ошибку 5 это ошибка наполнения воды начал смотреть присостатый смотрите снял а у него тут вода плавает точно не должно быть воды сейчас попробую разобрать посмотреть можно ли что-то с этим сделать по идее к контактам вода не должна была дойти потому что тут герметично все но сейчас попробую разобрать во всяком случае вода мешает скорее всего мешает правильно включаться нужно высушить но я попробую снять эту крышку просто аккуратненько отверточкой отковыривать вот эти защелочки если получится вообще она неразборная буду смотреть что можно сделать или как минимум хорошо высушить выбрать оттуда воду она так потихонечку выходит но лучше и если и и там вообще не будет сейчас будем смотреть что можно с присостатом сделать и так посудомойка работает все функционирует все программы уже использовал все работает и так после того как я решил вопрос именно с термостатом что сделал вылил воду просушил можете просто на что-то теплое поставить оттуда вода вышло как туда попала вода сложный вопрос я его даже раздрал вам это но там все в порядке было все герметично смысла нет разбирать термостат сюда в эту камеру вода попала и он перестал правильно в общем то это весь ремонт просто высушить и стало нормально все все программы отработают повторяйте значит еще хотел сказать про ошибку номер 13 после того как я с разъем снял на циркуляционном насосе есть тэны и разъем вот этот я откинул разъем начал включать и начал показывать ошибку 13 то есть если перегарает допустим тэн то скорее всего может показывать ошибку 13 но такая много там разных нюансов в ошибке номер 13 много чего она показывает но вот в моем случае даже то что сгорел ну а так повторяйте это не сложно нужно только пробовать разные варианты подписывайтесь на канал увидимся на канале